Всем доброго времени суток, с вами снова Zodiac 69 И это новая часть гайда по Industrial Craft 2 На этот раз речь пойдет о ядерном реакторе Естественно, видео будет не одно, видео будет несколько Я решил разбить гайд по ядерной энергетике в этом моде на несколько частей И мне будет проще снимать короткие видео И вам будет проще усваивать информацию Потому что, в принципе, ее не так уж и мало Для того, чтобы, по крайней мере, хорошо научиться пользоваться ядерным реактором Чего я, собственно, вам и желаю Ну, давайте первое, о чем поговорим Это костюм, так сказать, химзащиты Или костюм инженера Как хотите, может не называть Можно назвать его, не знаю, антирадиационный костюм Крафтится он довольно легко В основном это резина и оранжевый краситель И старые добрые резиновые ботинки Что происходит, если мы его используем? Ну, во-первых, взрывы ядерных бомб И сильно нагретый ядерный реактор Теперь может вас отравлять, во-первых А во-вторых, ну, естественно, сильно нагретый ядерный реактор Будет наносить вам урон Ну, не знаю, от радиации или от тепла Наверное, от тепла, скорее всего Так вот, этот костюм будет вас защищать А какие еще у него функции есть? Помимо того, что резиновые ботинки Естественно, снижают урон от падения Есть хорошее применение у шлема этого костюма Он нужен для того, чтобы работать под водой То есть, если вы находитесь в этом шлеме под водой У вас будут, обратите внимание на пузырьки Они у вас будут восстанавливаться Только если у вас есть в инвентаре капсулы, сжатые в воздух Делаются они очень просто Просто пустую капсулу прижимаете в компрессор и, пожалуйста То есть, естественно, они тратятся И у вас появляются также пустые капсулы тут же в инвентаре Ну и, по идее, если места не будет, они будут просто выпаливаться Прямо в воду Ну и небольшую защиту этот костюм тоже дает Как видите, два значка защиты у меня есть То, что вы видите сейчас Это я так украсил место гайда Можно сказать Это аддон к моду Endless Railcraft Называется Defense Ссылку на него я, естественно, положу в описании видео Что при нему можно сказать? Ну, во-первых, это красиво Достаточно можно украшать ваши индустриальные системы Какие-то здания опасные, может быть Или, ну, как хотите, в принципе, можете делать Это просто забор, во-первых Который очень твердый И просто так его не уберешь Даже буром, алмазным То есть, имейте ввиду Ставьте его сразу аккуратно И, как вы видели, я могу нанести себе урон Вот этой колючей проволокой К тому же, в которой я, как в паутине Могу залипать и долго так вот вниз Опускаться При этом костюм даже получает, естественно, повреждения Есть даже в этом моде кодовая дверь Которая очень классно реализована Так она открывается И через некоторое время сама закрывается То есть, больше никаких кнопок Для укрепленной двери вам не нужно Собственно, давайте перейдем к делу Первое, что нам нужно, это добыть уран Потому что уран нужен для ядерного реактора Логично Добывается он, как прежде И получается из него урановая руда Которая пережимается потом В урановый слиток Так, уран В компрессоре Его можно хранить слитки в блоках, например И вот в компрессоре он пережимается Если добыли сел к тачам То есть, автор мода предусмотрел, что можно прямо из блока его пережимать Так что это довольно-таки удобно Вот мы получили, допустим, слитки урана Что же делать дальше? Стержень делается, как прежде, в принципе Используя пустую капсулу и слиток урана Или другой крафт из обогащенного урана и порошка угля Но это уже обогащение урана Это отдельная тема и она будет в другом виде, естественно Сами урановые стержни Теперь у нас идут в трех видах Обычные Двойные Крафтятся с использованием Медной пластины, которая сжимается из 8 слиток меди И такие вот куат Ураниум цел То есть, четверенные стержни Которые по логике следуя, естественно, крафтятся из двух двойных То есть, учтите, что в крафте, допустим, одного такого куата цела Вам потребуется не только четыре обычных Но еще и раз-два-три Плюс здесь одна и здесь одна То есть, пять пластин медных А это сорок меди То есть, довольно-таки нормально Но если у вас, конечно, добыча ресурсов идет полным ходом Для вас это не будет проблем Естественно, они будут тратиться без возврата Потому что при полной переработке они не вернутся Даже не годитесь Так, что в следующем у нас крафтится Это, естественно, сам ядерный реактор Его главный блок Он крафтится из генератора и улучшенной электросхемы И трех реакторных блоков Каждый из которых крафтится довольно-таки просто В принципе, это блок механизм И четыре вот этих вот листа медиа То есть, довольно-таки изурядный крафт В принципе, для начала-среднего уровня развития в вашем мире Что же у нас представляет собой сам единый реактор? Как и прежде, интерфейс это просто ячейки, как в сундуке, например Как и прежде, его можно улучшать Добавляя к него дополнительные блоки реактора То есть, максимум их будет, соответственно, шесть И размер его активной рабочей зоны Будет такой же, как у двойного сундука Естественно, снимать их нужно Не киркой, а гаечным ключом Причем лучше в режиме беспотеренном Он тратит больше энергии, но гарантированно возвращает вам блок, который вы снимаете Давайте об основах Ну, во-первых, каждый из этих стержней вырабатывает определенное количество и энергии, и тепла, если он находится внутри Секунду, я сейчас найду в своей теме Какие значения это? Так, ну, допустим, для обычного стержня Одинадного Это 5 единиц энергии изотик И 4 тепла в секунду У двойного это 20 единиц энергии изотик И 24 тепла в секунду И у квад целого это 60 единиц энергии изотик И 96 тепла в секунду Как нам заставить реактор работать? Если мы просто засунем туда урановый стержень Он работать не начнет Теперь ему нужен сигнал расстроения не для того, чтобы его выключить, а для того, чтобы включить Все логично Вот индикатор загорелся, что он работает Сейчас ураниум цел получает повреждения То есть это видно с помощью плагина NEI Виден его ID-шник То есть 300207 И вот справа показано, как он получает повреждения То есть когда это значение 23-24 дойдет до 10 тысяч Он полностью выработается То есть это 10 тысяч секунд Это 2 с лишним часа реального времени Итак Сейчас он вырабатывает энергию Это в принципе можно посмотреть Вот пожалуйста 5 единиц энергии изотик Как я и говорил Она скапливается у нас в энергохранилище Но тепло Которое вырабатывается этим стержнем То есть 4 единицы тепла за тик За секунду, извиняюсь Накапливается Не где-то там, а в самом реакторе То есть это можно посмотреть с помощью мода Nuclear Control Который добавляет много полезного для ядерного реактора Очень советую Тоже помещу ссылку в описании Естественно Он добавляет много разных термометров Обычный, вот этот вот Digital То есть который не ломается Но требует энергию С помощью него мы посмотрим Количество температуры Накопленном на нашем реакторе То есть довольно-таки много уже Тысяча единиц тепла накоплено И продолжает накапливаться При этом он еще также отображает Уровень температуры При котором вокруг реактора Начнет испаряться вода Если у нас существует В принципе для его охлаждения Она уже не нужна Но тем не менее И вторая температура 8500 Это температура melting плавления То есть когда он начнет дымиться Вокруг будет Блоки вокруг начнут превращаться Спонтанно в блоки лавы Блоки источников лавы А также вы будете получать урон Если не в защитном костюме Конечно же находитесь Рядом с ним Радиус довольно большой Там по-моему 4 блока от реактора Он наносит урон Так что учтите Давайте пока его выключим Как же бороться с нагревом? Первое Про что я вам расскажу Это обычный вентилятор То есть систем охлаждения Сейчас появилось много Они очень разные Очень интересные Пока что я вам расскажу Просто про обычный Хитвент То есть Кулер Вентилятор Как хотите назвать Что он делает? Конечно же он не забирает Тепло от самого реактора Но он проглощает его От допустим Урановых стержней То есть если я сейчас Включу реактор Заметен на нем Тоже появилась Полоска повреждений Но она не Не уменьшается И значение Как видите 40 Как есть Так Таким оно и Остается Почему? Вот например Урановый стержень Вырабатывает 4 единицы Тепла в секунду А обычный вентилятор Сам себя Охлаждает На 6 Единиц Тепла в секунду То есть он охлаждает Себя больше Чем В принципе требуется Вот в такой схеме У самого Вентилятора Есть Запас Можно сказать Прочности Запас тепла Теплоемкость Другими словами В 1000 Единиц Тепла Вот если он накопит 1000 тепла То он полностью сгорит И он Будет уничтожен То есть вместо него Будет просто Пустая ячейка И тепло Соответственно Начнет накапливаться В самом реакторе И потом он нагреется И взорвется Когда накопится 10 тысяч Собственно Вот для чего Нужно охлаждение Взрыв будет Довольно таки Серьезный Мало что Его и сдерживает Вот То есть Это безопасная схема Ее можно Копировать То есть Забить Такими парами Наш реактор То есть Только Так чтобы Урановые стержни Друг друга Не касались И это будет Вполне Нормально работать В принципе То есть можно Допустим Сделать Следующим образом Вот например Вот так И каждый Стержень По 5 единиц Энергии Вырабатывает Соответственно Мы получаем В итоге 15 Как вы видите Это не совсем Энергетически Выгодно Потому что Потому что Вот что Если у Уранового стержня Любого типа Есть Сосед Это может быть Урановый стержень Обогащаемый стержень Или Вот эти вот Нейтронные Отражатели Но Об этом уже позже Пока Поговорим на примере Обычных стержней Если допустим Два таких стержня Стоят рядом То есть Вот так вот То они Вырабатывают Больше И тепла И энергии То есть Вот допустим Их уже Как видите Обычных Вентиляторов Не хватает Они начинают Нагреваться Сейчас Объясню почему Если Рядом с обычным Например Урановым стержнем Есть один сосед То он начинает Вырабатывать 10 Единиц энергии Затик Не 5 А 10 В 2 раза больше То есть Это довольно таки Выгодно Согласитесь То есть Из одного стержня Мы получим Не миллион энергии А 2 миллиона Очень Очень хорошо Но тем не менее И тепла Он начнет Вырабатывать Тоже больше Причем Не в 2 раза больше Как энергии А в 3 То есть Вместо 4 В 12 И вот Соответственно Чем больше у него Соседей Тем больше Энергии И тепла Он вырабатывает То есть Тут представлено Значение Вырабатываемого Тепла и энергии Для всех Типов Стержней Вот Соответственно Если вы хотите Получать Больше энергии Из каждого Стержня Это Поощряется Естественно То есть Это выгодная Энергетическая схема Вам нужна И Нужна и более Хорошая система Охлаждения Как вы видите Кстати Так как Реактор Был выключен Они Эти вентиляторы Сами охладились Полностью То есть Пустите Реактор Если даже Не охлаждается Без Особых Вентиляторов Но О них Позже То Вот эти Вот Кулеры Сами Сами себя Продолжат Охлаждать Даже В выключенном Реактор Что делать В такой схеме Ну смотрите Раз каждый из них Имеет одного соседа То есть У этого Один сосед сверху У этого Один сосед снизу То каждый из них Вырабатывает Следуя нашей таблице Добавить свет По 12 тепла в секунду Один вентилятор Себя охлаждает На 6 То есть Нам нужно По 2 Каждому из таких Стержней В такой схеме Запускаем Снова Наш реактор И как видите Все нормально То есть Они не нагреваются Эта полоска Повреждений Которые Есть у боковых Вентиляторов Это уже Сдержки Механики Работы Передачи Тепла Она довольно таки Ну Объяснить ее На пальцах У меня На данный момент Не получится Но Такой схеме В принципе Нагорев Всегда будет Чуть-чуть Небольшой Но это не страшно То есть Больше они не нагреваются Это абсолютно Безопасная схема Такой реактор Никогда не взорвется Но тем не менее Он сам И не охлаждается Но и не нагревается И вырабатывает Как вы Соответственно Можете почитать Два стержня У каждого Из них По одному соседу То есть 2 на 10 Каждый стержень Вырабатывает По 10 Единиц Тепла В секунду И все правильно Мы получаем 20 Единиц Тепла Единицы Энергии В секунду Которые накапливаются У нас В энергохранилище Что еще Интересно Я могу вам Рассказать Например Мы Можем Посчитать Уже Не очень Сложно Это для нас Будет Сколько Тепла И энергии Будет Вырабатываться Вот в такой Схеме То есть Что у нас Здесь У этого Уранового Стержня 1 сосед Снизу У этого 1 сосед Сверху То есть Опять же Те же самые 10 Единиц Энергии В секунду Затик И 12 Тепла В секунду То же самое Здесь Здесь же У нас Стержень С двумя Соседами Сверху И снизу То есть Он будет Вырабатывать 15 Энергии Затик И 24 Тепла В секунду Считаем 10 15 10 То есть Всего Будет В такой Схеме Вырабатываться 30 Единиц Энергии Затик Вот Собственно Это и Подтверждается Нашим Измерением Дальше Смотрим Температура 12 24 И 12 В такой схеме Будет уже 48 Единиц Тепла В секунду Вырабатываться И Соответственно Вот Если мы Так Окружим Вентиляторами Такую Систему Ничего У нас Не получится Давайте Просто Посчитаем 6 6 6 6 6 6 Всего 36 Охлаждение А нагрев 48 Недостаточно 42 Недостаточно 48 По идее Как вы Можете Посчитать Этого Должно Хватить То есть Эта Система Система Стержня Вырабатывает 48 Тепла Эта Система Кулеров Должна Охлаждаться Тоже На 48 Все Правильно По идее Должно Все Работать Запускаем Реактор Что У нас Получается Верхнее Кулер В принципе Нормально Работает Без проблем Есть Небольшой Нагрев Но Не Увеличивается Средние Кулеры Нагреваются И Довольно Таки Быстро Как Видите Когда Значение Дойдет До 10 Тысяч Они Естественно Полностью Сгорят Почему Это Происходит Если Здесь 12 Единиц Тепла Делится Между Тремя Кулерами По идее Между Двумя Но Это Уже Тонкости И Здесь Тоже И Это Нормально То 12 6 6 6 Здесь У Уранового Стержня Который Вырабатывает 24 Тепла В секунду Есть Только Два Соседа И Каждому Соседу Достается По 24 По 12 Тепла В секунду Сами Себе Они Охлаждают Только На 6 То Каждую Секунду Нагреваются Довольно Сильно Дело В том Что Система Распределения Тепла Не Работает Таким Образом Что Все Тепло Будет Поровно Делится Делится Между Между Всеми Элементами Оно Делится Между Соседями И То Может Делиться Не Поровно Для Того Чтобы Плавно Распределять Количество Тепла Вырабатываем Между Охлаждающими Элементами Вроде Вентиляторов Для Того Чтобы Охлаждать Сам Реактор А не Только Внутренние Его Компоненты Нужны Уже Более Такие Продвинутые Систем Охлаждения Например Вот эти Элементы Ну и так далее О них Я расскажу Уже В следующем Виде То есть В принципе Основные Базовые Моменты Вы знаете Как что Крафтится Как Включать Выключать И как Подсчитывать Количество Тепла И энергии Выделяемого Определенной Схемы То есть Допустим Если мы Соберем Такую Схему Просто Для примера Вам покажу Чтобы Вы Закрепили Это У себя В голове То есть Смотрите У каждого Из Боковых Стержней Есть только Один Стержней Это Т-центральный То есть Каждый Из таких Стержней Будет Вырабатывать По 10 Энергии Затип То есть 40 И по 12 Тепла Секунд То есть 48 Средний Ж Имеет Четыре Соседа Сверху Снизу И по Бока И Можно Посмотреть В таблице Что он Будет Вырабатывать 25 Энергии Затик И 60 Тепла Всего То есть Довольно-таки Много Если Все Суммировать Тепла И довольно-таки Много Естественно Энергии То есть 40 Плюс 25 И Давайте проверим Так ли это На самом деле Вот Пожалуйста 65 Все правильно Ну Естественно Реактор Нагревается Тоже Довольно-таки Быстро Так Я его Выключил Что Да Вот он Сейчас Включен И он Нагревается Как видите Каждую Секунду Насколько-то Там Сейчас Не буду Уже Друждать Себя Подсчетами Так что До встречи В следующем Видео Я расскажу Как Охлаждать Сам Корпус Реактора И как Более Эффективно Использовать Другие Элементы Охлаждения И Соответственно Как вы Сможете Собирать Более Эффективные И Намного Более Мощные Компоновки Реактора Которые Вам Позволят Обеспечить Энергии Довольно-таки Большие Такие Вот Какие-то Обрабатывающие Заводы Ну и Все Подумно То есть Все Для чего Нужна Энергия Индос Эвокрафта И Всем Удачи С вами Был Зодиак 69 Субтитры 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 Субтитры